Здравствуйте! Я приветствую всех, кто хочет изучать немецкий язык с самого начала. Меня зовут Ольга. Я преподаю немецкий язык на интеграционных курсах для мигрантов и беженцев в Германии. Я хочу предложить вам серию уроков немецкий «Шаг за шагом». По-немецки эта фраза «Шаг за шагом» звучит так «Schritt für Schritt». Нам понадобится местоимение «Я», «Ты», «Он», «Оно», «Она». Нам понадобятся глаголы и предлоги. Местоимение по-немецки называется «Pronomen». Глаголы – «Werben». Предлоги – «Präпозиционen». «Pronomen», «Werben», «Präпозиционen». Единственное число. Итак, по-русски мы говорим для знакомства. «Привет, я Ольга». А немцу обязательно нужен глагол. И он тогда скажет «Я есть Пётр». А немка скажет «Я есть Анна». Глагол «Есть» на немецком языке звучит так «sein», перевод на русский «быть». То есть «Я есть», «Я существую». «Эй» читается как «ай», «sein». И немец говорит, или немка, «Я есть» и называет имя. Этот глагол нужно изменить по лицам. «Я есть», «Ich bin». Совсем не похоже на глагол «sein». Вот это его начальная форма. А если вы будете говорить «Я», то надо сказать «Ich bin». «Я есть», «Ты», «Du bist». И хорошая новость. Три местоимения «Он», «Оно» и «Она» объединены фигурной скобочкой. Для них глагол будет один и тот же. «Он» – «Ир», «Оно» – «Эс», «Она» – «Зи». Глагол «быть» принимает форму «ист». Например, я говорю «Он» – «Пётр». А по-немецки я должна сказать «Эр» – «Ист» – «Эта». Или я говорю «Она Мария». Вы спрашиваете «Кто она?» А я говорю «Она Мария». А по-немецки я должна сказать «Зи» – «Эст» – «Мария». Вот так мы можем представиться по имени. Второй вариант мы можем сказать «Меня зовут, Анна», «Меня зовут, Пётр». У немцев есть слово «называться» или «зваться». А глагол «зовут» у них означает, что я кого-то зову. Иди сюда, подойди ко мне. Вот такой глагол «звать» у них есть. А в смысле «Меня зовут», «Анна» у них используется другой глагол «называться» или «зваться» можно по-русски сказать. Дословно будет так. Я называюсь Анна. Ты называешься Пётр. Называться – «Хайсен». И этот глагол тоже нужно всё время менять. Как и в русском языке. Я называюсь, ты называешься, он называется. Вот это вот изменение глаголов по лицам. Я, ты, он называется спряжением. И в немецком языке глаголы тоже спрягаются. Для того, чтобы проспрягать глагол в немецком языке, нам нужно сделать следующее. Вот этот глагол с окончанием «эн» – это начальная форма глагола. Если вы откроете словарь, там будет вот так, в такой форме записан глагол. «Хайсен» – «называться». Что мы должны сделать? Мы должны убрать окончание «эн». Вот эти две буковки мы убираем. Остается основа глагола «хайсен». И мы будем к этой основе глагола прибавлять окончание, характерное или типичное для каждого лица. «Их хайсе» – окончание «э». «Я называюсь». «Ду хайст» – появляется «т». «Ты называешься». И для всех трех лиц он, оно, она – одна и та же форма глагола. «Хайст» – он называется. «Ир хайст». «Она называется». «Зи хайст». «Хайст». Ну, местоимение «оно» – «эс» в этой связке применительно к людям нам пока не нужно. Но это будет нам нужно, когда мы будем говорить о каких-то предметах. Мы тоже будем говорить «это называется так-то», а вот «это называется так-то». Давайте ещё раз повторим все формы глагола называться «хайсен». Я буду читать, а вы за мной повторяйте. «Их хайсе». «Ду хайст». «Ир хайст». И вот уже теперь вы можете сказать «меня зовут Мария». Вы скажете как? «Их хайсе Мария». «Тебя зовут Анна». Вы скажете «ду хайст Анна». Вы можете также сказать «Их бин Мария» и «ду бист Анна». Равнозначные глаголы по значению в ситуации «меня зовут» или «я есть». «Он Мартин». Вы скажете «эр эст Мартин». Или вы скажете «его зовут Мартин». «Ир хайст Мартин». А если это «она», давайте скажем «Элена». «Она Элена». Вы скажете «зи эст Элена». Или вы скажете «зи хайст Элена». Теперь мы должны сказать «откуда мы». Германия – это такая многонациональная страна. Здесь очень много мигрантов. И при знакомстве здесь принято говорить «я из России», «я из Испании», «я из Польши». Принято так. И вот это выражение «я из» тоже по-немецки будет звучать с глаголом «kommen aus». Скажу сразу, что глагол «kommen» имеет очень много значений. Этот глагол заслуживает того, чтобы ему мы посвятили отдельный урок. А сегодня запомните его в связке «kommen aus» – «быть из». «Aus» означает предлог «из». Опять мы с вами должны сделать то же самое. Убрать окончание «эн» и к оставшейся основе глагола мы будем добавлять уже знакомые нам окончания. Что у нас получится? «Я из России» по-немецки. «Ich komme aus Russland». Опять окончание «э». «Ты из России». «Du kommst aus Russland». Запомните, окончание типичное для второго лица – «ст». Мы сейчас к этому вернёмся. «Он из России». «Er kommt aus Russland». «Она из России». «Sie kommt aus Russland». И вот мы уже видим, у нас вырисовывается картинка. «Ich» появляется «э». «Du» – «эстэ». Вы скажете, а тут только «тэ». Не совсем. Посмотрите, глагол «хайс» уже имеет вот эту «эс». Это же тоже «эс». Она только по-другому пишется. И мы не должны здесь ещё одну «эс» писать. Иначе нам придётся говорить «хайсэст». Этого не нужно. А на самом деле вот эта «эс» – она тоже присутствует. Когда вы будете говорить «ду», то у глаголов будет окончание «эс-тэ». «Ду» – «хайстэ». А вот для глаголов применительно к местоимению «он», «оно», «она», «эр», «эс», «зи» будет окончание «тэ». Он или она из такой-то страны. Давайте я прочитаю, а вы за мной повторяйте. Давайте будем говорить «из России». Ich komme aus Russland. Du kommst aus Russland. Er kommt aus Russland. Sie kommt aus Russland. Вот уже сколько мы можем сказать. И теперь нам осталось ещё в рамках сегодняшней программы сказать, где мы сейчас живём. Для того, чтобы сказать «я живу в», в смысле «проживаю», потому что есть глагол «живу» в значении «я существую на этом свете». А нас будет интересовать глагол «жить в», «проживать». По-немецки этот глагол звучит так «wonen», это «жить», «проживать», «в», «in». Ну, вы уже теперь мне сами подсказываете, что мы делаем с глаголом. Правильно, мы убираем окончание «э», «эн». Убрали. У нас осталась основа глагола «won». Показываю вот этот значок, показывает долготу звука «won». И мы будем прибавлять типичные для всех лиц окончания. «Я живу». «Я живу». «Их воне ин». Окончание «э». «Ты живёшь». «Ду вонст ин». «Ты живёшь». «Он» или «она» или «оно» – глагол имеет одну и ту же форму. «Wont in». Но давайте по порядку. «Он живёт». «Ир вонт ин». И добавляем город. «Она живёт». «Зи вонт ин». И добавляем город. Вот и всё. Давайте обратим внимание на нашу таблицу. Это наша помощница не только на этом уроке. Это одна из самых главных тем в немецком языке – изменение глаголов по лицам. Это правило нам будет нужно всегда, потому что, о чём бы мы ни говорили, нам всегда нужны глаголы. Мы же рассказываем «я куда-то ходил», «я что-то делал», «читал», «рисовал», «готовил», «писал». Это всё глаголы. И их нужно изменять, иначе вы будете разговаривать неправильно, и это будет вызывать улыбку. И правила эти всегда одинаковые. У первого лица «эх» окончание «э», у второго лица «ду» – «эст», а у третьего лица окончание «т». Вы можете сказать, а посмотрите, вот этот глагол «sein», он же вообще не такой. Правильно. И поэтому он красного цвета у нас. Этот глагол особенный, он не подчиняется правилам. Его надо просто выучить наизусть. Вот такой он своенравный. И таких глаголов, которые не подчиняются вот этим правилам, то есть не принимают форму вот с такими окончаниями, в немецком языке всего несколько. Остальные глаголы все очень дисциплинированные и все ведут себя вот по этому правилу. Убираем окончание «э», «эн» и добавляем типичные, уже теперь знакомые нам окончания к основе глагола. А что такое основа глагола? Это то, что осталось после того, как мы убрали окончание «эн». И тогда мы с вами можем говорить грамотно и правильно по-немецки. Нам самим и будет приятно, и нашим немецким собеседникам будет легко нас понимать. И вот мы теперь можем сказать уже половину того текста, который был у нас заявлен в начале этой темы. Анну возьмём в качестве примера. Анна из Польши и живёт она сейчас в Берлине на улице Моцарта в доме номер один. И вот Анна всё это уже может сказать по-немецки. Анна говорит «Ich bin Anna». Или она говорит «Ich heiße Anna». «Ich komme aus Polen». Давайте немножечко разбираться. С первыми предложениями нам всё понятно. «Ich bin Anna», «Ich heiße Anna». «Ich komme aus Polen». Вы уже, наверное, поняли, Polen – это Польша. Названию стран у нас будет посвящён один урок в первом блоке уроков знакомства. Мы поговорим там о многих странах. «Aus Polen» из Польши. «Ich wohne jetzt in Berlin» Появилось одно новое слово. «Jetzt» означает «теперь», «сейчас». Обратите внимание, сочетание вот этих двух букв, это буква «j», а это буква «e». И вместе они дают звук «je». «Jetzt», «сейчас». «Ich wohne jetzt in Berlin» «Mozartstraße eins». «Улица Моцарта». «Strasse» – это улица. «1». Вы скажете, а где же номер квартиры? А в Германии не указываются номера квартир. Указывается только номер дома. На домах, на почтовых ящиках, есть таблички с фамилиями жильцов. А немцы говорят так «я живу в таком-то доме». И дальше они говорят «второй этаж» или «первый этаж» или «третий этаж». И говорят «слева» или «справа». А номеров квартир у них нет. Теперь Анна может представить своего спутника. Её спутник Филипп и он из Австрии. Анна представляет его следующим образом. Она говорит «Er ist Philipp». Не «филипп», а «филипп» по-немецки. Или она говорит «Er heißt Philipp». «Er kommt aus Österreich». «Er wohnt jetzt in Dresden». Давайте разбираться. «Er ist» или «Er heißt Philipp». Мы видим это тоже из таблички. «Er ist», «Er heißt Philipp». «Он из Австрии». «Er kommt aus Österreich». Остановимся здесь. Вот эта буковка «о» умлаут. Произносится как «Ö», «Ö», «Österreich». «Er wohnt jetzt in Dresden». Все слова нам уже знакомы. Он живёт сейчас в Дрездене. Поупражняйтесь, остановите видео, почитайте. Это я всегда говорю моим ученикам, как если бы вы пришли в фитнес-зал. За один день у вас мускулы не вырастут. Надо немножечко походить, потренироваться, и потом уже у нас появится сила. На этом мы с вами первый урок по теме знакомства заканчиваем. У вас есть над чем поработать. Что же нас ждёт в следующем уроке? Я сказала, что уроков по теме знакомства у нас три. В следующем уроке мы рассмотрим местоимения и стрижение глаголов во множественном числе. Мы, они, вы. И мы познакомимся, как я и обещала, с названиями многих стран и особенностями в названии некоторых стран. Тут тоже есть маленький такой нюанс, который нужен для того, чтобы говорить без ошибок. А пока мы с вами простимся, сделаем это на немецком языке. Мы же научились это делать. Auf Wiedersehen! Или, как принято среди близких друзей, прощаться. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok